И всем здравствуйте! Снова едем пахать. Ну, пахать, наверное, это громко сказано. Сейчас мы едем делать обслуживание water heater. Нужно слить воду. Параллельно с этим нужно будет поменять пару фильтров в очистительной системе, которые ставятся на кухню под раковиной. И что-то еще одно маленькое-мелкое, я точно не знаю что. Но самое главное, что мы должны это сделать сегодня. И самое интересное, я это запланировал на завтра утром, а не заметил, что у меня в расписании был другой заказ, и поэтому они конфликтовали между собой. Мне пришлось позвонить клиенту и попросить, можно ли мы сегодня, пожалуйста, поработаем, вместо того, чтобы завтра утром. В противном случае, мне бы пришлось завтра работать на час-полтора раньше, чем я рассчитывал раньше. То есть вместо девяти, в семь. А я, либо не смог. Ладно, едем работать. Понятительный момент. Опять не обойдемся без помпы. С помпой дело идет быстрее и надежнее. Анорный стерк... Су-у-у-у, какой острый голубой. Стержи меня здесь не нужно. Поэтому подключаем трубку здесь. Подключаем трубку там. Ничего фортанула в гараже находится. Ничего страшного, даже если чуть-чуть протечет. Розетка у нас здесь. Вот архитов у нас здесь. Тут уже все подключено. Тут тоже будет отверткой просто у нас отключить. Закручиваем, гасим пилот на ноль. Все выключено. Типа, трубки зажаты тоже достаточно. И подключаем последнюю трубку. Шланг готов, все готово. Давайте самый большой прикол. Потому что пока я тут делал подключение, работаю на улице, сосед пришел, говорит, а ты что, хандимен? Я говорю, ну, типа, да. Я говорю, потом постучишь мне в дверь, мне тоже работа нужна. Поэтому сейчас закончу здесь. Пойду к соседу, посмотрим, что там нужно. Так, 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 все, все. Теперь можно спокойно открыть, Вась. Ну-ка. Я не спать. А, ну, это что, неплохо. Еще воду отключить. Так, а где у нас что-то впал? Где вентиль переключающего воду? Вот он. Нет, никто в сторону. Вот сюда. Ага. Потом включим, когда его спустим. Ну, все, понеслась душа в рай. Я уже вижу, как там какие-то черные остатки у нас идут. Где же они где? Вот они здесь. Джиг, дик, смотрите. Это был в Ватерхитере. Год назад я его промывал. Сейчас опять соли. Соли, 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 соли. Так, следующая задача. Фильтры. Отключаем воду. Надеюсь, она не пойдет сильно назад. Ну, пожалуйста. Ключик. Конечно же. Как по-другому, да? Ну, все. Можно вынимать систему. Пусть в этот раз вообще как-то-то порой не спустился. Хорошая помпочка. Работает. Сейчас создадим немножко стресса. Я даже не успел один фильтр поменять. Фильтры закончилась. Ну, закончилась, значит, закончилась. Сейчас зарубим. Запалим. Как раз пока поменяю, нагреется и проверим. Все побью пальцы. Просто все. Воды не будет. Чего страшно? Было в жизни горчее. Это не страшно. Смотрите. Был такой. Останет вот такой. Есть разница. Девять месяцев между заменой. Все. Заполняем систему. Работу окончил. Даже сходил к соседу. В общем, смотрите, теперь колонны. Видел, что я делал. Что я делал? Миндзи смотрит хитру. Он говорит, а что ты такое делаешь? Я говорю, ну да. Он говорит, сколько? А я говорю, 120. На самом деле, 120 с этих людей взял 100, потому что это мои подписчики. Они как-то давным-давно меня нашли и позвонили. Я за 100 здесь сделал, а соседу сделаю за 120, потому что это честная цена, к которой я пришел за мейтенец ватер хитрый. О, капец, как солнце светит. Поэтому к нему я возвращаюсь в воскресенье. На самом деле, можно было бы сегодня сделать, но нет. У меня есть дела важнее. Мне нужно появиться дома. И, в общем, сегодня не получается. Поэтому вернемся к нему позже. В воскресенье. У меня и так работы хватает, которой мне нужно позабыться. В общем, ладно, все, поехали. Так, перед следующим заказом я заехал посмотреть домик. Нужно сделать вестимейт, посмотреть в каком состоянии он. Походу будет большой проект. Если повезет, то выиграем и будем заниматься. Вот, смотрите, даже кто-то меня украл. Какие ремонты даже делали. Он только что лишь куплен. Должен быть приведен в хорошем состоянии. Ну, вот так. Пока что выглядит плохо. Все, эстимейт к человеку сделали. Ну, вернее, я прошелся, посмотрел, как, что выглядит. Мне потом пришлют список, чего хотят обязательно сделать, что нет. И, походу, будем работать. Ну, и сейчас, а потом. А сейчас будем работать над другим объектом. Чистить-чистить шушилочки. Шушилочки. Я уже, на самом деле, почистил. Самое интересное, что мы не знаем, куда это выходит. Поэтому, как только я уперся, я решил остановиться. Открывитесь, вот, немного паучки. Новые, старые. Все вперемешку. Ну, и все. Ничего интересного. Работа сегодня скучная. На самом деле, у меня завтра будет жирный проект. Во всяком случае, я рассчитываю, что его одобрят. Дело в том, что завтра я поеду 25 миль в далекий город Раквелл, чтобы ставить болт-коннектор для Теслы. За него я попрошу в районе 600 долларов. Ну, 400 долларов будет заработан. На материалу будет долларов 100-150. Поэтому я буду 600 просить, чтобы если вдруг какая погрешность, чтобы это все компенсировалось. И там еще нужно будет что-то поделать. Ну, в общем, за завтра я должен буду заработать сильно, если люди согласятся мне заплатить за работу, которую я буду делать. А сейчас все, отдыхаем, набираемся сил на завтра. И, конечно же, логично сказать, это видео подошло к концу. Но нет, я вас буду травить тем, что... Короче, я сегодня утром встал, помыл руки, а Даша купила такое мыло, которое пахнет яблочным пирогом. Мне захотелось в шарлотке. Поэтому сейчас, пока Дашуля едет и покупает яблочки по пути с сервиса, и я начну при подготовке к шарлотке. Начал готовиться, оказывается, что мы потеряли половину формочки. Знаете, которая формочка с днищем и по краям нашей прищепки. Не могу найти днища. Приехал в Walmart покупать. Приехал купить. Заодно вам покажу ценники местные. Сейчас, бац, и не будет этой формочки, да? Это будет неприкольно. Вот такая вот варочка. 12 долларов. Вот у меня дома есть вот эта штукенция, а днища нету. Что за приколы? Они что, все так идут? Нет, у нас дома была точно целая. Блин, ао, набор за 11.54. Это вот прикольненько. Давно не готовил, надеюсь, получится. Да я тут снимаю заодно. Как я тут бездельничаю. Он что, поднимется еще? И прошло 35 минут. Я столько давно времени не готовил. И вроде выглядит неплохо. Стало заварить копеечек и попробовать вкусняшечку. Итак, походу, в этом видео мы еще сделаем тест розетку. Так как будет очень просто и очень быстро. В моем случае уже стояла розетка. Они пользовались простым редактором. А сейчас им нужно поставить волконнектор. Поэтому я сейчас разберу сюда эту штуку. Поставлю сюда коробку. Перетяну провода. И все. Будет очень легкая работа. Ну, относительно легкая, когда ты знаешь, что ты делаешь. Самое главное, что у меня все правильные провода. Единственное, что брейкер нужно, возможно, будет поменять. Тут 50 А, но не попало, нужно 60. Все. В принципе, все, что нам нужно, это лишь избавиться от этой розетки. Так, я уже выключил брейкер. У нас туда ничего не идет. Подношение выводи. Квартовый провод. Выкручиваем. Ставим коробку по верху. Коперент гипсокартона придется еще прикрутить ее. И все. Так, у меня первый нюанс. Во-первых, если оставить 50 А брейкер, то он будет заряжать ее на 40 А. Надо ставить 60 А брейкер, тогда будет давать 48 А. И заряжать Теслу со скоростью 11,5 кВт. А на таком брейкере будет 9,6. То есть у нас почти 2 кВт разница на зарядке. Поэтому лучше сейчас потратимся и сделаем. И провод, видите, у меня, короче, его не хватает. Мне нужно будет, когда я поставлю эту коробочку, сделать вот этот лук. Сейчас вам покажу. Вот такой вот лук. А у меня не хватает длины провода. Поэтому походу придется перетягивать. Бррррол, балл, док. Ну, что поделаешь. Поехали в магазин. Это аккаунт Дипа. Блин, когда у меня будет дом, я тоже так вот флаг повешу. Так, взяли брейкер с собой. Самая главная надежда, чтобы он был на месте в магазине. Потому что это фирма Eaton. И когда была пандемия, то этот завод закрылся. И брейкеров просто жестко недостачивало. И они стоили, помните, там в 2 раза дороже. Надеюсь, что они восполнили свои запасы. Я сейчас без вопросов себе такой брейкер найду. Все. Не счастливчик ли я? Смотрите. Eaton. 60 ампер. Я больше уверен, что это мой. Берет сразу. Представляется. Мой 50, их 60. По форме, размерам, соединениям. Все подходит. 28 долларов до налога. Берем. Так, мы на месте закупились. Пришли взять такой провод. Потому что красного не было. Очень страшно. У нас есть красная изолента. Мы его пометим позже. Взяли четвертый размер. Это то, что требует. Максимально требует теста, чтобы поставили. Это сейчас вынимаем. Протягиваем новый. Ставим коробку. В принципе, это тоже делал от на полчаса. Короче, так у нас будет с одной стороны. Так у нас будет с другой. Сейчас еще между собой изоленту я перемотаю в проводочек. И все. В идеале, конечно, было бы встать. Вкрутить коробку. Но у меня это не удалось. Потому что раньше стояла коробка. И гипсокартон, в общем, нужно было починить. Поэтому я просто через бингнат. Помните, который открывающийся внутри. Шурупчики, грубо говоря. Да. Перекрутил. Держится крепко. Осталось присоединить все эти провода. И все. Готово. Ну что. Ну все. Установлено. Джип, джип, джип. У нас провода чуть угляда здесь. Я зачистил. Тут написано, насколько нужно зачищать. Сейчас ставим крышку. По их правилам. Закручиваем шурупчик. Включаем брейкер. Они подключаются к Wi-Fi. Мы проверяем, что Tesla работает. И я получаю за это свои денежки. Все. Саночка готова. Сейчас подгоним Tesla. Проверим, что она заряжается. И все. Следующая незадача. Это поставить у нас ринг. Но это мы сделали пару видео с назад. Поэтому сильно не буду здесь ничего вам показывать. Потом с ней пройдет долго время. Тогда напомню вам в следующий раз. Но не сейчас. Ничего особенного. Проводочку и все. И прикручиваешь. Ну все. Все мучения закончились. Мне заплатили 580 долларов. 580 в них входит. 60 долларов за материалы, которые я купил. Соответственно чистыми 520. За коннектор мне бы заплатили 350. Хотя можно было бы взять больше. Но так как это наша девушка. Замужем за американцем. И я их уже. В общем их я впервые вижу. Но это хорошая дочка. Моей хорошей русской клиентки. Поэтому я не мог не уступить. Даже брейкер. То что я переставлял брейкер. Обычно за переустановку брейкера в Америке. Можно просить 150-200 долларов. Я взял 50. Ну потому что типа шло все с копом. Там еще нужно было. Когда я поставил этот свет. Я заглушил выключатель. Чтобы он все время работал. Но это я уже не снимал. Там ничего тяжелого. Там просто два проводка замкнуло и все. Ну а теперь все. На сегодня точно все. Работы больше не будет. Если только кто-то не позвонит. Они смогут позвонить. Просто хрень. Просто хрень. Просто хрень. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok